Великие люди редко живут по системе, и первые проблемы у них начинаются в школе. Вместо изучения всего подряд радиоценок, гении учат только то, что им интересно, и в результате достигают огромных высот в выбранной специальности. Канал «Интересные факты» представляет пять двоечников, которые добились невероятных успехов. Сильвестр Сталлоне Сталлоне был проблемным ребенком. Его отец был очень вспыльчивым по натуре, и это передалось Сильвестру. Знаменитый актер сменил с десяток разных школ, в том числе и специальное учебное заведение для трудных подростков. Сильвестр увлекался спортом и фитнесом, посещал курсы актерского мастерства, и в результате в 24 года снялся в своем первом фильме. Самый богатый человек в мире тоже не отличался идеальной учебой. Учил будущий гений и миллиардер исключительно математику и информатику, не признавая остальные предметы. Особенное отвращение у Билла почему-то вызывала физкультура. В результате родители даже отправили юного Гейтса к психиатру. К счастью, даже это не остановило Билла, и он основал свою первую фирму в 17 лет. Сейчас Билл Гейтс является богатейшим человеком планеты, а его Microsoft обеспечивает программным обеспечением весь мир. Марк Цукерберг Основатель Facebook тоже не отличался прилежностью в обучении. Еще в школе Марк посещал различные компьютерные кружки и курсы, осваивая программирование с разных сторон. Свою первую сетевую игру Цукерберг разработал еще в школе. Сам же будущий создатель Facebook с детства предпочитал называть себя не программистом, а хакером. Стив Джобс Школьная учеба не интересовала Джобса до тех пор, пока его классный руководитель не изобрел к нему уникальный бизнес-подход. За каждую хорошую оценку Стив получал сладости. В результате Джобса даже перевели из четвертого класса сразу в шестой. Поступив в колледж, Джобс бросил его после первого семестра учебы. Ну а потом компания Apple, MacBook и iPhone. Альберт Эйнштейн Создатель теории относительности и лауреат Нобелевской премии. Учился Альберт очень плохо, его даже считали умственно отсталым. А родители в частных беседах признавались, что очень надеются, что Эйнштейн сможет в будущем устроиться хоть на какую-нибудь работу. Как и Джобс, Альберт Эйнштейн обожал математику, а систему образования считал ничтожной. К сожалению, достойную, по мнению гения, систему образования он так и не построил. Зато его теория легла в основу современной физики. С вами был канал Интересные Факты. Подписывайтесь, вы узнаете еще много удивительного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok